Россия имеет и сохранит свое влияние. Многие говорят, что Россия все теряет. Что Россия теряет Ближний и Средний Восток. И вы знаете, вот это поднимается истерия, под которой ничего нет. Вы понимаете, я мог бы вам и по Ближний Восток рассказать о том, что на самом деле это не так, что Россия все теряет. То же самое и в Центральной Азии. Не все столь однозначно. Потому что не так уж однозначны позиции США, не так однозначны позиции Европейского Союза, которые как политическая структура себя не очень выражает, могу сказать, в Центральной Азии. НАТО, да, присутствует, но влияние НАТО тоже ограничено. Потому что, вы понимаете, не хотят в это вкладываться. Если вы это не хотят вкладываться, то как может это что-то получить, дивиденды? Это нереально США. В США не хотят вкладываться. Понимаете, потому что в США много всяких других. Центральная Азия не является приоритетом для США. Понимаете, вот в чем проблема еще. Проблема не то, что российская, а проблема тех государств, которые находят в Центральной Азии. Вот вы понимаете, вот с этой точки зрения, поэтому не все столь однозначно. Есть серьезные проблемы, но проблема с ним решаемая. Решаемая, вот если в двухсторонних отношениях. Вот с Россией намного сложнее проблемы у них между собой. Вот что тут делать, понимаете, когда, например, Таджикистану нужен свет зимой. И они хотели бы спускать воду. Но это приводит к заболачиванию территории Узбекистана, которым вода нужна именно летом, а не зимой. И вот как вот решить проблему, когда сливать воду зимой или летом, вы понимаете, как бы, а под это же и другие проблемы возникают. Узбекский газ, например, да. Вот как бы тоже, по какой цене его будет продавать, например, Таджикистану. Вы понимаете, вот одно на второе цепляется. Я думаю, что в целом, если смотреть на развитие отношений России с каждым государством, оно достаточно, ну как бы, имеет проблемы, но решаемые проблемы. Нерешаемые у них проблемы в основном между собой. И когда был Советский Союз, он это подавлял, он как-то разруливал. А вот сейчас нет государства, которое могло бы решать проблемы между собой и доводит до ситуации клинча, когда, например, Узбекистан проводит учения по захвату, например, Плотины. А после этого дается слив информации, например, в Киргизии, о том, что если она будет разрушена, к чему это приведет, например, в случае уже на территорию Узбекистана. Вы понимаете, то есть это, на самом деле, такая игра очень опасная, потому что она может привести к каким-то столкновениям, особенно сейчас, когда Узбекистан вышел из УЗГБ, и получается формально, Россия кого должна защищать? Положим, Киргизию, получается, от Узбекистана. Вот если не исходить из двухсторонних отношений, или, например, Таджикистан от Узбекистана, вы понимаете, вот до такого доходит. Но я думаю, что вот уход Узбекистана с ДКБ, он временный. Я считаю, что пройдет как-то перед теми, и он опять вернется. Когда он денется с подводной лодки. Но вы понимаете, как бы есть масса причин, по которым он должен вернуться. Я внимательно смотрел развитие отношений с Узбекистаном за последние 20 лет. Могу сказать, что вектор менялся, конечно. То есть в начале 90-х годов было очень тесное отношение российско-узбекские. Потом, где-то ближе к концу 90-х годов, российско-узбекские отношения ухудшились очень серьезно. Здесь американцы в это влияли. Потом был 11 сентября, после которого был всплеск узбекско-американских отношений. Потом был Андижан. Которому отношения уже стали ухудшаться. Потом был всплеск российско-узбекских отношений. Сейчас опять идет какая-то очередная волна на смену вектора. Вы понимаете, вот этот вектор постынеется, но всегда, я думаю, что он все равно опять вернется. Как в свое время, ведь он же был один из инициаторов подписания договора коллективной безопасности. Потом он не стал продлевать. После Андижана он вступил в УДКБ. Сейчас он приснил членство. Пройдет какое-то время, может быть, его задворит членство. Но вы понимаете, но это все идет, есть определенная цикличность. Цикличность, потому что, почему Узбекистан еще так себя повел? В США ему пообещали вооружение, насколько я понимаю. Потому что, когда будет выводить вооружение, обещали дать его Узбекистану. Это хороший стимул, потому что они хотят дать их бесплатно. Но, вы знаете, бесплатно бывает только в мышеловке. Ведь, посмотрите, положим, американцы дают вооружение. Это можно будет препятствовать со стороны Узбекистана. Но как эти вооружения поддерживать? Здесь возникает вопрос, за это же надо платить. Получается, они должны платить американцам за то, чтобы поддерживать его вооружение в работососомном состоянии. Эти платы будут достаточно большие. Сейчас их нет, но иначе вооружение нельзя будет использовать. Вы понимаете, получается, что на самом деле они попадают в зависимость от США. Я не думаю, что Узбекистан на самом деле это может. И с этой точки зрения, я думаю, поставка вооружений не является очевидным дивидендом, позитивом для Узбекистана, потому что он попадает в ловушку в зависимости от США. Хуже будет, если они пойдут дальше и, например, разрешат вернуться им в базу Ханабад. В этом случае ведь ситуация может быть еще хуже, потому что мы помним, что был Андижан, а Андижан может повториться. Поэтому я думаю, что база в Ханабаде может казаться тарьянским конем. Поэтому не надо создавать повод для того, чтобы американцы могли потом вмешаться. И на самом, тем более, что процесс передачи власти сложен, потому что, насколько я понимаю, Ислам Каримов, Исламу Каримов не кому сейчас передать власть, я имею в виду как династийно, как пытаются, например, сделать, например, в Таджикистане. В этом случае может придется передать власть на премьер-министр, еще ли кому-то, и в этом случае совершенно не очевидно, ввиду того, что здесь нет родственных связей, совершенно непонятно, как он себя поведет дальше. Потому что ведь в Узбекистане очень большое количество кланов, ну, там, семь кланов, вот основных называют, и Каримов мог их держать. Вы знаете, непонятно, что будет, когда он уйдет. Я вам приведу один пример. Вы знаете, отец Башараса, да, он делал то же самое в Сирии. Он мог держать страну, где было много наций, много всяких людей, кто были, исповедовали разные направления в религии. Отец смог держать, а сын не смог. Вы понимаете? И как бы, но это там. А возможно, ситуация здесь такая, что может прийти новый человек, который не сможет держать, например, клан или он не сможет быть равноудален от кланов. В этом случае будут другие кланы противопоставлять против себя. Понимаете? Вот такое развитие событий вполне возможно. И здесь я бы на месте Слава Каримова десять раз подумал бы, стоит ли ему очень далеко удаляться от России, потому что может потребоваться и помощи. Среди игроков в регионе вы упомянули Иран. Не возникает ли противоречия между Россией и Ираном за влияние? Вы знаете, я очень внимательно смотрел степень влияния. Если мы посмотрим в регион Центральной Азии, три государства имеют серьезное влияние. Это Россия, Китай и США. Причем они по сути друга вытеснить один другой не могут. Но единственное, может быть, кто-то с кем-то будет обидеть, например, Россия с Китаем против США, но это не очень реально. По-видим, три игрока останутся. Все остальные игроки имеют следующий порядок. Даже Иран я бы все-таки отнес бы на второй уровень влияния. Почему? Потому что, посмотрите, реальный, реальный Иран может влиять на близкий ему культурно Таджикистан. Но даже там он не является единственным игроком. Там не является очень сильный сдерживающий фактор со стороны Китая. Китай имеет очень серьезные позиции в Таджикистане сейчас. Есть Россия. Он не является безальтернативным игроком для Таджикистана. Даже для Таджикистана. Если мы посмотрим другие государства, здесь влияние еще меньше. Например, есть некоторое влияние на Туркменистан. Почему? Потому что Туркменистан использует иранскую территорию для транзита газа. Но есть Китай. Если вы посмотрите мощность трубопровода, вы поймите, что конечно Иран не выигрывает по союзу с Китаем, потому что они просто несоизмеримы по мощности. Китайские трубопроводы в несколько раз более мощные, чем те, которые идут через территорию Ирана. Я могу дальше сказать, есть же другие государства, которые тоже имеют влияние. Вы, наверное, удивитесь, что один государственный является Катар. В последнее время Катар стал очень активным в одними некоторых государств из Центральной Азии. Я, конечно, не говорю, что он может, например, сильнее влиять, чем Иран, но тем не менее его влияние стало значительным, то есть он стал существенным игроком. А за счет финансирования? Да, он предоставляет средства, причем тем государствам, которые очень нуждаются. Если посмотреть на карту, сразу поймите, о каком это разговор, это Киргизия. Киргизия имеет слишком большой внешний долг, и она очень бы хотела, чтобы кто-то ее финансировал. При этом, естественно, отдавать ничего не хочет, она хочет, чтобы ей дали деньги просто так. Вот Катар сейчас дает на таких условиях, что можно подумать, что это просто так. Можно говорить о том, что, конечно, есть влияние Турции. То есть, когда вы говорите, например, о Иране, я бы, наверное, сопоставил с влиянием турецким влиянием. Турки же в свое время хотели распространиться влиянием на всю центральную жизнь. У них не хватило потенциала. И поэтому сейчас влияние Турции можно свести в основном к двум государствам. Это, во-первых, Туркменистан, которым достаточно близок культурно, и здесь влияние Турции в Туркменистане есть определенное влияние в Киргизии, которое не является столь религиозным, но тем не менее влияние в Киргизии существенное, именно турецкое влияние. Говорить о том, что турки имеют существенное влияние в других государствах уже намного меньше. То есть, в целом, можно говорить так, что, наверное, влияние Ирана и Турции соизмеримо. Это незначительное, но существенное влияние. Но в целом, все-таки их влияние не столь значительно, не столь значительно, как вот трех первых государств сказал, это Россия, Китай и США. Ну что ж, Владимир, спасибо большое за очень интересную содержательную беседу, вас с наступающим праздником, ну и за то, чтобы Россия была всегда в первом эшелоне. Спасибо большое, я тоже, мне очень бы это хотелось, чтобы Россия сохраняла ведущие позиции не только в Центральной Азии, чтобы она занимала ведущие позиции в мире.